Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край. Алатарская земля – удивительное место, за ней закрепилась слава края сильных мужчин и красивых женщин. Здесь живут русские, чуваши, мордва, и такое смешение народов сформировало особый уклад жизни. Например, самое популярное слово у алатарцев – чай. Причем в их устах это не только напиток. Спроси у коренных жителей, откуда вы или когда у вас день города. В ответ, скорее всего, получишь певучее «Чай из Алатаря» или «Чай в августе». При въезде в город путников встречают ворота, на них дата – 1552 год. Именно с этого времени Алатарь начал упоминаться в исторических рукописях. Говорят, это место приглянулось царю Ивану Грозному, правда тогда он еще не был Грозным. Молодой человек 22 лет от роду, тем летом он покорил Казанское ханство и приказал построить здесь город Рублиный и укрепить его по всем правилам крепостного искусства. Так гласит официальная версия. Однако последние исследования показывают, Алатарь мог появиться намного раньше. Недавно ученые из Татарстана перевели старинную арабскую рукопись, в которой говорится о рождении городов по Волжье, Симбирска, Нижнего Новгорода, Казани. Среди них есть город Алатарь. Сейчас в рукописи была написана где-то в 14-15 веках датируется. Указана точная дата основания города Алатаря. Он был один из городов Булгарского государства, окраин, который находился на реке Суре, Алатур, в честь хана. И основан был в 1227 году. Город с многовековой историей – настоящий клад для любителей старины. Купеческие особняки в стиле модерн и арт-деко и старинные православные храмы создают здесь неповторимую атмосферу. Наличие 23 действующих храмов – это действительно делает наш город уникальным с точки зрения туризма и развития. Кроме этого, в городе более 90 объектов культурного наследия, в том числе и федерального значения, удалось сохранить памятники истории, архитектуры. Целая улица есть, которая у нас планируется именно для пешеходного передвижения. Алатарь – это город с определенной аурой. Не зря сюда даже по благословению нашей епархии едут рожать даже москвички из Москвы. И это город, как я считаю, как сам истинный горожанин и как патриот – лучший город для жизни. В начале 20 века Алатарь входил в состав Симбирской губернии и был крупным торговым и промышленным центром. Если в Чебоксарах в ту пору не было и пяти тысяч жителей, то население Алатаря превышало его в пять раз. Предприятия здесь появлялись одно за другим – лесопильные заводы, мельницы, типографии. Но по-настоящему мощный толчок развитию города дала железная дорога. Ее построили здесь в конце 19 века. Строительством заведовал крупный капиталист Карл Федорович фон Мекк. В Алатаре он решил открыть железнодорожные мастерские. Работают они и по сей день. Сегодня предприятие называется Алатарский механический завод. Здесь производят оборудование для путей и детали для пассажирских вагонов. По истории этого предприятия можно изучать историю нашей страны 20 века. В 1905 году были забастовки. Работники предприятия активно участвовали. В 1917 год это тоже революция проходила. Тоже работники предприятия активно участвовали во всех, как говорится, мероприятиях, связанных с революцией. Ну и, естественно, Великая Отечественная война тоже, когда дала много работников, уходило защищать свою родину. Также, ну, в принципе, много было подготовлено, выращено депутатов в то время Советского Союза и руководителей города, потому что предприятия старейшие города, это не только города, республики. Так что много руководящего состава выходило, дальнейшая жизнь свою выходили, ну, как пузницы кадров раньше называли, так и наши предприятия. Здесь сохранили станок, с которого 123 года назад началась история завода. Он немецкого производства и до сих пор работает. Правда, включают его редко, технологии давно ушли вперед. Интересен и музей завода. Среди его экспонатов – стул и телефон первого директора. Во второй половине 20 века «АллатР» переживает новый промышленный бум. Здесь появляются уникальные предприятия. Например, единственная в республике фабрика по производству бумаги. В 1966 году там выпускали 42 тонны бумаги в сутки. За 50 лет мощность увеличилась в три раза. Сейчас здесь производят уже 120 тонн. Причем «АллатР»ская продукция пользуется популярностью не только в нашей стране, но и в ближнем зарубежье. А о светильниках «АллатР»ского производства слышали даже в Германии. Выпускают их на заводе «Элитех». Причем здесь изготавливают как домашние люстры, так и светильники для промышленных предприятий и улиц. Однако самые крупные заводы города специализируются на электрокоммутационной технике для авиации. Например, вот уже 56 лет этим занимается завод «Электроавтомат». Сегодня компания заняла свою нишу на рынке сотрудничать с международными партнерами. А в 90-е идей грозил крах. Внешние управляющие уже ввели процедуру банкротства. Сохранить производство помог патриотизм «АллатР»цев. Удалось сохранить, потому что, на самом деле, будем говорить, кроме того, что я акционер этого предприятия, как частник, физик, я еще и работник этого, и житель города. Поэтому мне было не безразлично. Мы ориентировали свои направления именно на гражданские русла. Люди необычные. По крайней мере, я узнаю «АллатР» в первую очередь через своих работников, через своих коллег, партнеров. Поэтому я очень люблю свой коллектив. Сегодня компании удалось выйти на международный рынок. Например, уже 10 лет с «АллатРским электроавтоматом» сотрудничают партнеры из Словении. А вот «АллатРский электроприбор» сегодня успешно работает по программе импортозамещения. У этого предприятия тоже непростая история. Например, в первый год работы здесь было печное отопление. Правда, дров не хватало. Люди сидели в пальто, замерзали чернила и тушь. Сила воли и трудолюбия местных жителей сделали это производство одним из крупнейших в Поволжье. И по сей день оно остается ведущим предприятием приборостроения в ПФО. Еще один любопытный факт – это единственный в Чувашии завод, окруженный храмами. У нас город еще, так сказать, духовный. Кругом одни монастыри. Вот наш завод, он находится в кольце всех. Мужской монастырь, женский монастырь. Казанская Пятницкая церковь сейчас восстанавливается. Ну а так как мы здесь внутри находимся, то мы, соответственно, и помогаем. Выделяем, когда они просят технику, помогаем, благотворительную помощь оказываем какую-то. Помогаем материалами, ну, как говорится, чем можем. У входа на территорию электроприбора находится Казанская церковь. Построенная в конце 19 века, она является одной из самых узнаваемых в городе. Летописи говорят, когда-то именно здесь была заложена крепость, которая дала начало городу. Саму колокольню возвели много позже, в конце 19 века. Она простояла больше ста лет, даже советская власть оказалась ей не страшна. А в августе 2001-го случилось непоправимое. Купол колокольни объял огонь. Тушили шесть часов, но памятник архитектуры спасти не удалось. И сегодня маленькими, но уверенными шажками идет ее восстановление. Неподалеку от Казанской колокольни женский монастырь. Этой обители почти 400 лет. В ее стенах происходило немало удивительных вещей. Например, здесь хранится икона святителя Николая. Послушницам монастыря ее когда-то подарил первый царь из династии Романовых Михаил Федорович. Однажды в храм пришли две женщины, мать и дочь. Мать была бесноватая, рассказывает настоятельница храма. От прикосновения к иконам кричала не своим голосом. Дочка говорит, мама, приложись-ка, святитель Николай, здесь мощей нет, не бойся. Она подошла к иконе, стала прикладываться. И закричала страшным голосом мужским. И упала, и очень долго не приходила в сознание. Вот потом, когда я пришла в сознание, говорит, ой, как меня хорошо, меня отпустило. Вот так. И мы поняли, что эта икона является чудотворной. И после этого к нам приезжали многие паломницы и паломники. И очень много исцелялись. Это не единственное чудо, которое произошло в обители. Настоятельница храма может рассказать много историй, как иконы здесь начинали мироточить, как стертые временем лики вновь начинали проступать на образах без вмешательства человека. Не меньше тайн хранит в себе свято-троицкий мужской монастырь. Так, в середине XIX века город и окрестности захватила эпидемия холеры, от которой никакие лекарства не спасали. Решено было обратиться к чудотворной иконе Казанской Божией Матери. Аватерцы прошли с нею по всем улицам, где буйствовала болезнь. Когда же святой образ принесли в монастырь, свершилось чудо. Страшная эпидемия отступила, люди перестали умирать. Сам монастырь был основан 4,5 века назад. Сейчас на его территории расположены 7 храмов и самая высокая в стране монолитная колокольня, построенная в 2009 году. Она занесена в Книгу рекордов России. 83 с лишним метра – это выше даже знаменитой звонницы Ивана Великого в Московском Кремле. Монастырь привлекает верующих со всей России. Например, отец Сергий приехал сюда из Нижнего Новгорода и остался жить. Здесь люди более открытые, более, может быть, приближенные к такой семейности. Город Нижнего Новгород – замечательный город. Город великих святынь, город Минны и Пожарского, некогда спасшие Москву. И при этом, как бы сказать, этот город прославлен многими церквами, чудесами, историей. А город Алатырь, вот когда думаешь о его жителях, думаешь о этих храмах, о тех людях, которые здесь живут, только одно словосочетание возникает в уме – святой город. Действительно, эта земля дала стране огромное количество выдающихся людей. Алатырский воевода Григорий Засекин стал строителем городов Саратова, Самары и Царицыно, нынешнего Волгограда. Здесь родился гениальный скульптор Степан Эрзя, которого называли Миклианджелос берегов Волги. Появился на свет Алексей Судаев, выдающийся военный конструктор, создавший один из лучших пистолетов-пулеметов Второй мировой войны. Историю жителей Алатыря бережно хранит Краеведческий музей. Есть уникальнейшие экспонаты, которые хранятся только в нашем музее. Это и консольные часы 1740-х годов, производство Лондон, и музыкальный ящик, подаренный нам жителям Алатыря, свидетельствующий о том, что в нашем городе было очень развито купечество. Этот экспонат, он абсолютно в рабочем состоянии. То есть, можно сказать, что прослужит еще очень-очень долго. Также здесь хранится большая коллекция старинных книг. Среди них как печатные, так и рукописные. Самая древняя датируется 1574 годом. Алатырской детской школе искусств всего 11 лет. Появилась она благодаря слиянию трех музыкальных школ. Школа искусств у нас по-прежнему пользуется очень большой популярностью. Около 30% школьников обучаются здесь, в школе искусств. Один из самых высоких процентов в Чувашской республике. 860 детей на 14 отделениях. Это и музыкальное направление, и художественное направление, декоративно-прикладное. А в этом году мы хотим начать обучение на отделении компьютерной анимации. Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и высадились на реке Атиль, Волги. Я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, белокуры. Эти сроки принадлежат арабскому писателю Ибн Фадлану. Полушутя полусерьезно, местные жители говорят. Это он об Алатырцах. В последние годы все большую популярность среди молодых людей набирает фитнес. Местный богатырь Иван Самойлов недавно открыл спортивный клуб и уже думает о его расширении. Помимо фитнеса, молодой человек хочет заняться развитием экотуризма. Городские жители просто не видят всей прелести, красоты рек, озер. Пеший туризм, велотуризм, водный туризм. Хотелось бы это вывести все на широкую ногу, чтобы любой обыватель, который хотел бы быть ближе к природе, просто доступно увидеть всю эту красоту. С нас оборудование, с него желание. Благо в Алатырском районе есть на что посмотреть. Реки Сура, Люля, Бизна, озеро Старая Старица и Чуварлейский бор. Но главные жемчужные районы считают все-таки Пресурский заповедник. У нас обитают практически все животные, которые обитают на территории средней полосы России. У нас есть лоси, кабаны, лисы, зайцы, волки, медведи. У нас, кстати, насчитывается пять медведей. Поэтому мы вас не ведем в самые дальние уголки. Самим страшно. Здесь у нас обитают два вида птиц, которые больше практически не обитают нигде, только в Пресурье. Это филин русский, который отличается черной челкой. И глухарь, который называется волжский глухарь. Для туристов в заповеднике подготовили три маршрута. Один из них посвящен исключительно птицам. Другой для любителей экстрима. На этой тропе можно столкнуться с дикими животными. Третий маршрут демонстрирует разнообразие местных флоры и фауны и прекрасно подходит школьникам. Кстати, зеленое движение в Алатырском районе развито очень сильно. В начале этого года здесь даже появился региональный штаб движения «Россия-эко». Его члены проводят работу не только со школьниками, но и с самыми маленькими жителями района. За тот короткий промежуток времени, что мы существуем, мы приняли участие в различных экологических мероприятиях, конкурсах и получили заслуженные награды. Под руководством членов штаба общеобразовательные учреждения приняли участие в республиканском эколого-просветительском проекте «Бумажный бум», в рамках которого было собрано более 16 тонн макулатуры. Международный день земли, Международный день воды, посадка саженцев в сосен, субботники – перечень тех добрых экологических дел, в которых приняли наши ребята совместно с педагогами. Богата аллатрская земля и на редкие полезные ископаемые. Так, недалеко от села Отрать, несколько лет назад было открыто большое месторождение трепела. Эта порода может дать толчок к развитию керамики нового поколения. «Всех устраивает, что маленький вес. Но нам произошел вес не за счет снижения других свойств переча, а именно другие свойства тоже улучшенные. Во-первых, она очень теплая, легкая и, вдобавок, позволяет снизить толщину стен с 640 мм, у нас в Чувашской республике установлено, до 380 мм. Это позволит, естественно, и представителям строиндустрии продаже больше квадратных метров жилья». Неподалеку от месторождения началась стройка. В скором будущем здесь появится новый комбинат по производству керамики. А вот жителям соседнего села Алтышево земля подарила источник здоровья. Сейчас вокруг него выстроена купель. В начале века это был небольшой ключ, куда бегали купаться местные мальчишки. «Мальчишки сюда пришли, разрешили купаться. Не туда они лазили, просто брали ведро и на себя прискали. Один, говорит, туда сунулся, а там, говорит, женщина смотрит на меня. Видно, что из воды женщина смотрит. Там она повернулась ребром и ушла вниз. Икона была. Икона. А потом же в церкви пошли к священнику. Священнику рассказали. Он показал, какая ведь икона. Вот эта икона такая была. Казацкая икона Божьей Матери». В советское время источник тоже пользовался популярностью. Правда, работники колхоза использовали его для конкретных целей. Бросали в него грязную засаленную одежду, а через полчаса она становилась чистой. Все дело в том, что вода эта полна полезных элементов. На юге республики немного другой климат. Здесь теплее, чем на севере у берегов Волги. И часто в Алатырском районе можно встретить поля подсолнечника. «Мы сегодня находимся на поле подсолнуха, который выращивается для переработки семечки на подсолнечное масло. Это в районе у нас один из инвестиционных проектов. На сегодня занимается подсолнухом три сельхозпредприятия». В пяти километрах от Алатыря стоит Рождественский скит. Здесь на площади в 570 гектаров монахи сеют зерновые, выращивают овощи и ягоды. Эту черешню, кстати, несколько лет назад посадил глава республики Михаил Игнатьев. Сегодня она уже плодоносит. Разводят крупный рогатый скот и птицу. Есть даже страусы. Место, где прекрасное соседствует с удивительным. Так можно характеризовать Алатарскую землю. Каждый, кто здесь побывал, понимает – это особенный край. Щедрые на природные красоты и хороших людей. Край с великим прошлым и, алатарцы в это верят, замечательным будущим.